Взгляд Германии начала борьбу за выживание в будущем миропорядке Л. Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке 17 января 2020 года, 17-15 фото Кремлин Пул, Глобал Лук Пресс То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, это только первые признаки перемен И российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным В этом году российско-германские отношения уже успели серьезно измениться Пожалуй, впервые на встрече глав двух государств актуальные международно-политические проблемы Ливия, Сирия и Иран потеснили в повестке дня экономику и Украину На прошлых выходных Путин и Меркель говорили, конечно, и про северный поток с нормандским форматом Но главное, зачем прилетали в Москву канцлер и ее министр иностранных дел Это получить поддержку берлинского процесса, нацеленного на урегулирование конфликта в Ливии Москва этот процесс поддержала, и уже через три дня Берлин объявила о проведении в ближайшие выходные И давно откладывавшиеся конференции на высшем уровне Заодно во время встречи в Кремле обсудили ситуацию в Сирии и последние события в Ираке и Иране, осложнившие без того непростую обстановку в регионе В общем, это была совсем нетипичная российско-германская встреча Но то, что сейчас выглядит нетипичным, в будущем вполне может стать нормой В последние два десятилетия Россия и Германия, разными путями и с разной степенью успеха, возвращаются в большую политику Германии этот путь дается определенно сложнее Она давно утратила былую хватку, а исторические комплексы сформировали в немецкой внешней политике культуру сдержанности Берлин предпочитает действовать дипломатическими методами и использовать Бундесвер в небоевых операциях Исключения, конечно, есть, но пока они скорее подтверждают правила В Германии уже давно говорят, что от этой культуры сдержанности пор постепенно избавляться Поскольку мир меняется и надо начинать проявлять внешнеполитическую активность Но на деле все оказывается не так просто Пацифизм глубоко засел и в немецком обществе, и в немецкой политической элите Россия историческими комплексами не страдает и активность проявлять не стесняется Используя при этом как советское наследие и опыт, так и собственные наработки И ей, в отличие от Германии, есть чем похвастаться от Брикс до своих позиций на Ближнем Востоке Если посмотреть на Сирию, то раньше для решения подобных конфликтов было обычным звонить в Вашингтон Сегодня надо звонить в Москву Без России нельзя решить проблемы во всем регионе Это слова спикера по внешней политике фракции СВДП в Бундестаге Биджана Джирсарая И подобные мнения сейчас очень распространены в Берлине Поэтому Меркель и Меас собираются и летят в Москву, чтобы добиться уже собственного внешнеполитического успеха Германия хочет проявить себя в ливийском кризисе в качестве главного миротворца И поэтому взялась реализовать предложенный спецпредставителем ООН план урегулирования Частью этого плана как раз и является предстоящая Берлинская конференция Если у Германии все получится, то она убьет сразу двух зайцев Отчасти решит проблему беженцев и зарекомендует себя в качестве эффективного посредника в международных делах Берлин уже давно добивается для себя такой роли, вполне сочетающейся с его неизжитой пока культурой сдержанности К тому же в случае Ливии у Германии есть дополнительный повод В 2011 году она единственная из западных стран воздержалась при голосовании в совбезе ООН по резолюции 1973 За это свое отступничество Берлин потом достаточно натерпелся от партнера Но зато теперь он имеет полное моральное право на посредничество Офа Если же Берлинский процесс провалится, то Германия будет пробовать себя где-нибудь еще Немцы твердо намерены добиться для себя, а заодно и для Евросоюза места в большой политике И просто так от этого намерения они откажутся В конце концов, для них это вопрос не столько престижа, сколько выживания в будущем миропорядке